Белгородский стрелок Сергей Помазун Чем страшней, тем лучше, чем дальше, тем страшней. Эти слова были сказаны 23 августа 2013 года четырежды судимым Сергеем Помазуном, после того, как суд приговорил его к пожизненному лишению свободы за расстрел шести человек в центре Белгорода. Попытка выяснить отношения с охранником универмага Белгород, вылилась в жуткую трагедию, поставивший точку в жизни неповинных людей. Сергей Помазун Сергей Александрович Помазун родился 3 июня 1981 года в селе Купино Белгородской области. Учился будущий убийца в Белгородской средней школе номер 42. В детстве ничем не отличался от основной массы детей, не стремился к школьным знаниям, из всех уроков предпочитая физкультуру. Окончив 9 классов, Сергей Помазун в 1996 году поступил в профессиональное училище номер 33 на специальность автомеханик, и после учебы попал в армию. На службе был определен в штаб отдельного батальона электротехнических средств заграждения и охраны, на так называемый объект С, расположенный в Белгородской области. Там Помазун был назначен на должность электрика и электротехнических средств заграждения и сигнализации. В 2002 году Сергей Помазун впервые попал на скамью подсудимых за угон автомобилей. Вместе с приятелем он вскрыл замок частного гаража, угнав оттуда Жигули. В скором времени повторили преступление, совершив угон автомобиля такой же марки. Оба транспортных средства преступники разобрали и продали на запчасти. Задержали Помазуну в начале 2003 года, после чего осудили, приговорив к двум годам условно. Однако приговор не повлиял на преступника, и уже осенью 2003 года он вновь совершает угон автомобиля, прямо со стоянки Белгородской областной клинической больницы. У Помазуна была мания автоугонов. Не успев разобрать эту машину для продажи по запчастям, он угоняет еще один автомобиль. Естественно, что правоохранительные органы вышли на угонщика, и пришли к нему для задержания. В ходе которого Помазуна ударил сотрудника милиции кулаком в ухо. Помазун на строгой зоне учитывая непогашенную условную судимость. В апреле 2005 года Сергей Помазун был приговорен к пяти годам и одному месяцу лишения свободы, с отбыванием срока в колонии-поселении. Там он работал и жил, возвращаясь домой каждые выходные, что не запрещалось условиями содержания. В 2007 году его прошение об условно-досрочном освобождении было отклонено. Но жизнь на поселении не сказывалась на поведении Сергея. В 2008 году, в очередной раз отправившись на выходных в город, он угнал два автомобиля. Оперативники быстро вычислили уже знакомого ему гонщика, и уже отбывая срок, Помазун был вновь отправлен под суд, который приговорил его к пяти годам и четыре месяцам колонии строгого режима. Через месяц срок скостили до четырех лет и десять месяцев. Попав в колонию номер семь в Валуйках, Сергей Помазун всячески нарушал порядки, за что выдворялся в изолятор. По его словам, он сам добивался изолирования его от основной массы заключенных, так как не желал проводить время в их обществе. По словам источника, смотрящий от воров в законе недолюбливали прибывшего к ним арестанта. У него было несколько стычек с заключенными. Учитывая его характер, Помазуну пришлось действительно находиться в изоляции даже во время нахождения на территории зоны, так как сдружиться с арестантом мало кто желал, смотря на то, как его игнорируют блатные. Освобождение Сергея Помазуна 20 декабря 2012 года Сергей Помазун вышел на свободу и вернулся в дом к родителям. Он начал вести замкнутый образ жизни, не общался с бывшими друзьями, и стал часто проводить время за компьютерными играми. В один из дней Сергей решил поменять старые водительские права на права нового образца, и попутно сдать на категории Д и Е, чтобы устроиться водителем на маршрутку. Именно во время заучивания экзаменационных билетов, Сергей начал шепотом разговаривать сам с собой, и бесцельно ходить по комнате. В итоге он вообще вынес семейный фотоальбом на улицу, где жег его. В огне сгорели единственные армейские фотографии Сергея Помазуна. На вопрос родителей, зачем он это сделал, Сергей ответил, что фото мешают ему, а не из прошлой жизни. Со второго раза в апреле 2013 года Сергей Помазун сдал теорию, но вождение завалил. После этого парень стал агрессивным. Вернулся домой, где набросился с ножом на отца. С криками про Чечню игру, сын рассек Александру Помазуну глаз, а тот, защищаясь от ударов, рассек сыну подбородок. Отец обращался в милицию по этому поводу. Но дело на сына так и не открыли. А между тем, Сергей Помазун так и не смог сдать экзамен по вождению, после чего кричал на инспекторов, угрожая смертью им и их детям. А вернувшись домой вновь затеял перебранку с родителями, крича вновь про Чечню игру. В этот раз уже мать обратилась в областное управление внутренних дел. Но заявление против сына у нее не приняли. Попытка упечь Сергея в областной психоневрологический диспансер также закончилась неудачей. Врачи заявили, что не могут лечить принудительно, без согласия пациента. Последний раз Людмила Помазун пришла с заявлением за несколько дней до трагедии, 19 апреля 2013 года. Но полицейские не приняли ее слова всерьез и попросили удалиться. Белгородский стрелок 20 апреля 2013 года у Сергея Помазуна произошел конфликт с охранником универмага Белгород. Сотрудник магазина вывел посетителя на улицу, где оскорбил. Помазун не стерпел такого обращения, и решил отомстить обидчику. Для этого ему необходимо было оружие. Когда 22 апреля родители ушли на работу, Сергей взломал сейф отца, работавшего егерем, и вытащил оттуда самозарядный карабин Вепри 308, охотничье ружье ИЖ-27Е, ИЖ-58 и не менее 144 патронов. Оружие было помещено в сумку, с которой Сергей сел в отцовский BMW X5, купленный недавно в кредит, и отправился на машине к магазину охота на Народном бульваре. Туда он зашел с карабином, замотанным в пакет. Помазун потребовал продать ему патроны, но, получив отказ, открыл огонь из вепря по двум продавцам и покупателю, после чего разбил витрину и похитил два карабина «Тигр». На улице Белгородский стрелок расстрелял двух школьниц из близлежащего лицея, после чего бросился к машине, чтобы успеть к универмагу отомстить охраннику. При въезде к универмагу, путь ему перегородил другой автомобиль. Пойдя на таран, и столкнув машину со своего пути, Сергей Помазун вышел с ружьем и расстрелял мужчину, находившегося недалеко от места происшествия. А затем открыл огонь по стеклам магазина, после чего сел в БМВ и уехал на большой скорости. Оказавшись в районе Студенческой улицы, Сергей Помазун бросил автомобиль и ушел в лес, где закопал оружие, переоделся, и вернулся к автомобилю, чтобы отогнать его во двор улицы Октябрьской. По имкой суд над Сергеем Помазуном оперативники сперва задержали Александра Помазуна, нашедшего вскрытый сейф. Они считали, что это он устроил расстрелы, так как именно на его автомобиле передвигался стрелок. Но затем стало ясно, что белгородский стрелок, это Сергей Помазун. Операцией по поимке преступник руководил лично министр внутренних дел РФ Владимир Кулакольцев. За информацию о его местонахождении была объявлена награда в 3 миллиона рублей. Сергей Помазун был задержан вечером 23 апреля 2013 года на территории железнодорожного вокзала в районе Зеленой Поляны города Курска, откуда собирался сесть на грузовой состав и выехать из области. Задержание произвели сотрудники Курской полиции подполковник внутренней службы Алексей Ядрышов, старший лейтенант юстиции Дмитрий Коновалов, лейтенант полиции Александр Самсоненко и майор полиции Юрий Седых. Они увидели одиноко сидящего на станции мужчину, после чего Седых попросил того предъявить документы. Мужчина попытался уйти, и несколько раз ударил полицейского ножом по лицу, в шею и правое плечо. Подоспевшие Ядрышов, Коновалов и Самсоненко обезвредили преступника. Им и оказался белгородский стрелок Сергей Помазун. Сотрудничать со следствием Помазун отказался. Между тем, оперативникам удалось найти в лесу спрятанное оружие, из которого белгородский стрелок производил выстрелы. А психиатрическая экспертиза показала вменяемость Сергея Помазуна. Перед судом стрелок заявил, что не будет приносить извинения родственникам погибших, так как не хочет перед ними унижаться. Во время суда Сергей заявил, что служил в особом отряде Гру и выполнял тайные задания во время Второй Чеченской войны. Однако не смог вспомнить ни одной фамилии сослуживцев или командиров. Сергей Помазун до последнего верил, что его приговорят к 25-му годам тюрьмы и отправят в Черный Дельфин. Однако он ошибся. 23 августа 2013 года приговором суда, белгородского стрелка приговорили к пожизненному лишению свободы. Он был этапирован в исправительную колонию особого режима номер 18, известную как Полярная Сова. Некоторое время назад в сети появилась информация, что Сергей Помазун убит в тюрьме. Но никаких официальных данных этому нет. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok